перед началом видео хотелось бы напомнить что в описании у меня есть ссылка на мой телеграм-канал в котором вы можете узнавать какие ролики будут выходить здесь ну и другую информацию о канале также важное объявление внутри этих вот одноразок находится никотина содержащая жидкость никотин у нас как мы знаем вызывает привыкание и он в свою очередь может навредить вашему здоровью вы должны это понимать всем привет сегодня будем делать обзор на одноразки под названием бэкко про предлагаю начать с характеристик 5000 затяжек аккумулятор на 650 миллиампер часов объем жидкости 13 миллилитров 2 процента солевого никотина который еще раз повторюсь опасен для вашего здоровья снизу имеется регулировка обдува они и поговорим чуть позже ну и разъем type-c для подзарядки всего у меня семь вкусов и первого на оценку пусть пойдет клубничный арбузный лед на него сейчас и снимем распаковку на лицевой части мы можем увидеть название и цвет нашей одноразки а также предупреждение и рисунок с изображением вкуса слева количество затяжек это что у нее имеется регулируемый поток воздуха справа название вкуса и процент содержания никотина распаковка одноразка находится в прозрачной этикетке на которой написано что время одной зарядки составляет 90 минут а всего ее можно зарядить два раза полностью чтобы она кончилась ну кстати как мне показалось ее хватает на заряда 34 открываем только одна заглушка сверху на корпусе у нее кстати можно разглядеть небольшие кубики первое на что хотелось бы обратить внимание так это на обдув он здесь регулируемый но по сути у нас тут только два варианта обдува смотрите одно отверстие открыто то есть тугая тяга подвигаем уже два чуть посвободней и в принципе этого достаточно я могу попарить что на тугой что на свободной тяги перейдем к описанию вкуса здесь у нас вкусный арбуз и клубника но последнего немного поменьше то есть тут я чувствую больше арбуз все-таки присутствует кулер и радует то что его немного он как бы есть но ты его не особо замечаешь если давать оценку по 10 бальной поставлю 7 с половиной следующая одна разка у нас будет скромным названием ягоды кстати ее я первой и открыл если говорить про автономность то на день хватает спокойно по вкусу это больше лесные ягоды такие как малины ежевика черника в принципе на коробке у нас они же изображены вкусно поставлю семь с половиной также не знаю просто что еще говорить ну сладенькая жидкость без кулера семь с половиной заслуженно мохито лайм я хоть и не особо люблю мохито но здесь она довольно таки приятная немного кулера чувствуется хотя на коробке не написано что здесь он есть в меру сладкая оценили мы уже три одноразки но они все примерно на одном уровне то есть если поставлю 7 кажется мало 8 много также семь с половиной сакура виноград не понимаю откуда я знаю какая на вкус сакура но тут я чувствую то есть такая небольшая травянистость присутствует черный виноград без кулера наверное это все поставлю 7 чисто из-за того что мне не особо нравится виноград далее у нас наверно будет самая стильная одноразка такая вот черная кубинский табак в ней даже можно отражение отражение отражения тут у меня короче стол вот здесь как подставочка то у нас лампа я хоть и не фанат табачек но вот знаете недавно пробовал жидкость тоже табачка и она была прям противная здесь же этой противности нет мне кажется ей бы лучше подошло название кубинская сигара но это чисто одноразка чтобы много не парить буквально пять шестяк хватает даже не знаю какую оценку ставить табачка в принципе неплохо поставлю 6 половиной кстати интересный факт на вкус она ощущается как ну да действительно табак но при этом запах от него почти нет апельсин персик вот это уже действительно вкусно такое необычное сочетание да даже не необычная редко я бы сказал почему-то его нигде не могу вспомнить апельсин персик по отдельности да ну цитрусовые апельсины персик как-то совместили и это получилось очень вкусно сбалансировано все то есть и персика и апельсин у нас равное количество думаю ей я поставлю восемь с половиной пинаколада почему-то последнее время мне сильно стал нравится этот вкус посмотрим что у нас здесь если честно то это не лучшая пинаколада которую я пробовал это и не оригинальный коктейль и не лимонад то есть во вкусе нет ни алкогольности негазированности это как просто ананас кокос и небольшая мятная свежесть ну а так прикольно поставлю семь с половиной оценили мы семь вкусов одноразок бк про которые у меня были одноразки вкусные хорошие мне в принципе понравились ссылку на магазин где их можно будет приобрести оставлю скорее всего в своем телеграм-канале потому как на мой канал недавно прилетел strike в общем больше не хочу рисковать спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь канал пока